Александр, у вас сообщения? Да, да. Ну, у меня не сообщения, я просто в беседе с товарищами. Что хочу сказать, что 5-11-2017 ожидается народное волнение. И многие из городов уже едут в Москву. Они явно что-то задумали креативное. А кто едут в Москву? Это революционеры. Это те люди, которые недовольны существующим положением дел. И которые хотят изменить это революционно. То есть с оружием в руках? И в том числе и с оружием в руках. Они могут на все пойти. И что будет 5-го? Ну, посмотрим, что будет. По крайней мере, когда я еще полгода назад заявил, что презентация проекта России, книги 5-го тома, будет в Национале 5-го, 11-го, 17-го. Так и Националь сейчас отказал полностью в презентации. Сказал, все будет перекрыто. И издательство «Эксмо» сказало, 5-го числа мы вам книгу не выдадим. Все в курсе, значит? Я думаю, что революция сейчас очень выгодна всем. Во-первых, верхи скажут, видите, блин, революция, а вы до нас докапываетесь, почему у нас тут зарплаты маленькие или еще что-то. То есть им очень хорошо будет все списать. Где что украли, кто что сделал, какое разрешение дал. И скажут, а это революция была, ну что же вы. И все так же останется. Незам тоже выгодно. Немножко побухтеть, каких-то, ну, этих самых вкусностей дадут. Все равно уничтожать не будут. Потому что Владимир Владимирович очень добрый человек. Это не Сталин. Но Владимиру Владимировичу нужно еще выбрать свой проект. Он никак не выбрал проект. Я надеюсь, что это будет проект России. А так, мой совет, 5-го числа не выходите на улицу. Потому что больше всех попадет зевакам именно. И зевакам. Да, зеваки пострадают. То есть такие люди, как мы, нам любопытно, мы пойдем посмотреть. Это может быть и шальная пуля. Это может быть кирпич какой-нибудь или еще что-то лучшее. Особенно детей не водите с собой. Если уж вам не в муготу посмотреть, что будет происходить. Это в районе Манежки, это Тверская. Это вот этот весь пятачок. Ничего себе. Да, вот такой прогноз. Посмотрим. Даст Бог, чтобы без жертв это было. Но, наверное, уже нет. Уже ситуация перезрела. Пора всех объединять большим общим делом. И все. И все будут довольны. Потому что не стоит нам мешать. Сказать, блядь, не мешайте нам. Мы строим собор. И все. И никто не может никаких претензий определить. Люди занимаются делами. И вот так вот. Будьте здоровы. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...